А почему ты не писаешь? Потому что не хочется. Только ты и мой дед писаете раз в полминуты. Давай, я тут постою за компанией. Здрасте. Он на стене пишет ваше имя, и нечего глазеть. Давай, давай, давай. А зачем мне с ней знакомиться? Э, теперь это ваша проблема. О, спасибо, спасибо. Я тебе о ней рассказывал. Ей предстоит сыграть важную роль в твоей жизни. Я боюсь, а вдруг она противная. Слушай, видишь эти очки? Это волшебные очки, понял? Надень их, и ты станешь невидимкой. Правда? Меня никто не увидит? Надевай. Джулиан, Джулиан, где ты, Джулиан? Эй, Саня, я ведь здесь. О, я тебя не вижу. Ладно, иди в очках, и никто тебя не увидит, пока ты сам не захочешь. Ладно. Ладно, пошли. Джулиан, Джулиан! Да ведь здесь я. А, ну да, очки. Привет. Привет. С возвращением. Кто это? Кто это? Он невидимка. Я войду? Ну, конечно. Эй, если тут есть невидимки, они тоже могут войти. Саня, я не вполне поняла, что тут происходит, но нам надо бы сесть и поговорить. Ну да, ты сказала, мне надо подумать. Я решил, что хоть я и не работаю, я хочу вступить в новую жизненную фазу. И это не слова, этому есть доказательства. Прежде я должна сообщить тебе. Посмотри-ка, он снял свои очки, а это значит, ты ему понравилась. Джулиан, подойди. Иди сюда, дружок. Ванесса. Познакомься, это Джулиан. Мой сын. Наш сын. Я его усыновил. Мне нечего сказать. Ничего и не надо. В ванной кто-то есть? Нет. А дверь закрыта? Я не знаю. Не знаешь? У-у-у. Я не знаю. Саня. Поверить не могу. Эй, открывай! Саня. Эй ты, открой дверь! Саня. Все в порядке? О, боже. Ой, извините, я слегка психанул. Я, я Саня. Сид. А, Сид. Это приступранойя. Я решил, вы спите с Ванессой. Я сплю. Вы что? Сплю. Об этом я и хотела поговорить. Я встретила мужчину... Этого старика? Сида. Он уже достиг многого. Но у него еще масса целей. Масса желаний. На пять лет планы. Какие же? Не умереть? Просто не верится. Теперь у нас есть ребенок. Ты ведь этого хотела? Сюрприз с ребенком, которого ты усыновила, это вовсе не то, о чем я говорила. Это все ради тебя. Ты ведь мечтала, чтобы я повзрослел. И я один его не выращу. Ты совсем как мой старший внук. Все делаешь с бухты пора. Эй, не выступай. Не то переломаю тебе ребра. Это еще посмотрим. Помолчи, Сид. Как ты мог так истолковать мои слова? Я не знаю. Пошли. Это должно было случиться рано или поздно. Эй, ты совершила крупнейшую ошибку в жизни. И ты еще вспомнишь обо мне, когда этот белесый, мрачный, морщинистый тип со сморщенными яйцами уляжется. О, боже, сверху. О, боже!